Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Роберт, мне 22 года, я живу в Америке. И сегодня я хочу вам показать, как пользоваться приложением Robinhood. Мы разберем все пункты, которые там есть, посмотрим, как все работает, посмотрим, как правильно инвестировать в Robinhood и рассмотрим все фишечки и плюшечки, которые там есть. Давайте проверим, что там есть. Итак, сейчас мы находимся в моем аккаунте в Robinhood. Как видите, на моем портфолио сейчас 1139 долларов. Наконец-то я добрался до этой цели в 1000 долларов. Сейчас можете увидеть, что моя покупная способность 103 доллара 11 центов. И сегодня мы также посмотрим, как правильно купить акции и как вот эта покупная способность работает. Сегодня мы посмотрим, что у нас здесь есть. Итак, на главной странице вы увидите, что у вас есть график, который отображается, как ваши акции ведут себя на данный момент. Если вы нажмете live, то увидите, что на данном этапе и за последний час я упал на 0,71%. Как бы это не очень много, не очень мало. В принципе, нормально. За сегодня я упал на 0,70%. Тоже не очень много. Но теперь смотрим дальше. За последнюю неделю я поднялся на 10,48%. Это приблизительно 107 долларов. За один месяц на 14% это 142 доллара. За три месяца на 154. Это 15%. За год и за все время примерно то же самое, потому что я начал инвестировать менее чем три месяца назад. Итак, дальше мы можем видеть, что здесь у нас есть новости, которые показывают нам, как ведут себя акции, точнее компании, какие у них сейчас взлеты и падения и какие новости вообще происходят на рынке. Мы можем посмотреть здесь всю информацию о компаниях. Facebook, Melinda, Apple и так далее. Дальше вы можете увидеть мои акции, которые я уже купил. Некоторые из них поднялись за все время, некоторые упали. Но смотрите, как здесь все показывается. Например, берем первую компанию TCEHU, в которой я владею одной акцией. И здесь сбоку показывается минус 2 доллара 28 центов. Это отображается, что за все время после покупки этой компании в моем портфолио она упала на 2 доллара 28 центов. Например, если посмотрим на следующую компанию VISA, то у меня там 0,257 целых акции. И на ней я поднялся на 1 доллар и 20 центов. И если вы хотите, то вы можете менять то, что отображается с правого угла. Например, у меня отображается, сколько я в итоге сейчас вернул или потерял с данной акцией, когда только ее купил. Но вы также можете отображать ее текущую цену, last price. Вы также можете отображать процент, насколько она поднялась или опустилась с момента того, когда вы ее купили. Также вы можете смотреть ее equality, что значит, сколько денег лежит в этой компании ваших. сегодняшний возврат, сколько она за сегодня вернула или потеряла. Общий возврат с момента, когда вы ее купили. И также общая потеря в процентном соотношении. В принципе, мое портфолио очень хорошо себя ведет. Практически все компании за последнее время поднялись, исключая некоторые, как, например, Tesla или NIO. НИО — это компания, которая... Считайте, что это китайская Tesla. Они только недавно выпустились в маркете. И я вам сейчас скажу, когда... 12 сентября 2018 года. Но если вы хотите инвестировать в электромашины, но вы не успели сделать этого с Теслой, то вы, в принципе, можете попробовать сделать это с НИО. Аналитики считают, что ее нужно покупать, потому что она в будущем будет очень процветающей компанией. Так что можете задуматься о покупке этой компании. Также, как вы можете помнить, у меня есть одна криптовалюта в Robinhood аккаунте. Но я не советую вам покупать криптовалюту в Robinhood аккаунте по одной простой причине, что вы, конечно, покупаете криптовалюту здесь и даже можете сделать это с биткоином, но вам не дается никаких защитных ключей на вашу криптовалюту, и вы не можете перенести ее на жесткий диск или сделать что-то подобное. Поэтому, по сути, вы покупаете, когда криптовалюта в Robinhood, вы покупаете ее, но не можете ничего с ней сделать. Вы можете ее только продать и все. Вы не можете получить процента с ее удержания. Вы только можете купить и продать ее. Я покупал Doji Coin в Robinhood только по той причине, что, во-первых, он сейчас очень популярный, как вы могли заметить, и потому что Robinhood был одним из первых приложений, которые позволяли купить себе Doji Coin. Недавно компания Gemini, очень хорошая компания, я оставлю ссылку в описании, компания, предназначенная для покупки криптовалюты, недавно анонсировала, что она тоже предоставит возможность и уже предоставила на сегодняшний день покупку Doji Coin на их платформе. Так что, если вы все-таки соберетесь покупать его, я бы советовал вам сделать это на платформе Gemini. А дальше мы можем видеть лист, что означает, что вы можете создавать свои собственные листы, акции, компаний, и там вы можете сортировать их так, как вам удобно, так как автоматической сортировки там фактически нету, но вы можете сделать это вручную. И все новости, которые мы видим здесь, отображаются именно про те компании, что у вас есть, и про те компании, что находятся у вас в этих листах. Я же имею первый лист, называется Dividend Stacks. И как я сортирую здесь свои акции? На самом деле сейчас я больше настроен на покупку компаний, которые предоставляют более высокие дивиденды. Например, первую компанию, которую мы сегодня будем покупать, называется AG&C Investments. Она стоит 18 долларов 18 центов. И посмотрим на ее дивиденды. Ее дивиденды составляют 8% годовых, что очень много, потому что в среднем все мои компании примерно возвращают 3% годовых, когда здесь 8. И что самое интересное, аналитики считают, что эту компанию нужно покупать. Но я думаю, что они снизят свои дивиденды, когда она станет более стабильной, потому что сейчас это немного рискованный ход покупать эту компанию. Но я вложу туда буквально небольшую сумму. Каждую неделю у меня происходит автоматический депозит в 100 долларов. И каждую неделю я вкладываю по 50 долларов в две компании из моего листа. Так что сегодня мы купим первую вот эту компанию и также вторую компанию Enterprise Products. У нее тоже очень хорошие дивиденды, 7-73% и 26 аналитиков считают 100%, что ее нужно покупать. Но я бы не советовал вам ориентироваться только на аналитические данные в приложении Robinhood, а делать свои собственные поиски по разным сайтам. Я вам посоветую вам в сайт Yahoo Finance. Но опять же, я не финансовый советник, я просто чувак из YouTube. Так что делайте свои собственные политику по компаниям. Ну, давайте, конец, приступим к покупке. Как покупается на Robinhood акция? На самом деле все очень просто. Вы просто нажимаете кнопку Buy и пишете здесь. Как видите, здесь есть... Можно выбрать вариант покупать в долларах, покупать в акциях. Я обычно покупаю в долларах, так как мои нынешние инвестиции не очень высокие. И поскольку на моем аккаунте сейчас 103 доллара 11 центов, там не точно ровная сумма 100, хотя я говорил, что я инвестирую по 100 долларов. Просто потому, что я недавно продал свою бесплатную акцию, она стоила приблизительно 3,11 центов. Вот поэтому у меня такая сумма здесь. Так что я куплю на 51 доллар этой компании. Здесь все очень просто. Вы просто нажимаете, вводите сумму, нажимаете review, делаете свайп вверх и вуаля, вы обладатель новой компании. Но поскольку у нас сейчас 5.45 вечера, эта компания уже сегодня зачислится мне на аккаунт. Дальше вы можете увидеть, как я сделаю это со второй своей компанией. Buy. Вводим оставшуюся всю сумму. Видите, снизу написано 52 доллара 11 центов. Я веду точно такую же сумму, чтобы у меня было ровно 0 в моей покупной способности. Review. И, как вы можете заметить, здесь написано, что уже закончилось время маркета и я не могу ее сейчас купить, но я могу оставить заказ на мою покупку и завтрашним днем, когда откроется маркет акций, то я смогу ее завтра уже приобрести автоматически. Так что нажимаю place order, свайп вверх и я обладатель кусочка второй компании. Как вы можете заметить, очень удобно. Сразу в сообщениях у меня отображается информация по этим двум компаниям. Первая – AGNC. Поздравляем, вы приобрели акции компании AGNC на 51 доллар, что составляет 2.809917 акций. По средней цене 18 долларов 15 целых за акцию. И также вторая смска, где написано, что моя акция будет заполнена до конца следующего дня. Так, дальше я хотел бы вам показать, что называется вторая вкладка в Robinhood аккаунте – cash. И что это значит? На самом деле, изначально, когда вы скачиваете приложение, то здесь, по сути, вы оформляете карточку Robinhood. Она действует, грубо говоря, как ваша дебетовая карточка. Если вы хотите, вы можете пользоваться только ей, не использовать, в принципе, какие-нибудь банковские карточки, потому что возврат на эту карточку довольно хороший. Если вы просто держите деньги на этой карточке, то возврат годовой составляет 0,3%. И, в принципе, это довольно хороший возврат, потому что некоторые компании, я имею в виду банки, не все банки возвращают такой же процент. Так что, в принципе, это очень хорошая сделка. Но, как вы видите, я оформил карточку, но не особо держу на ней деньги. И здесь я просто получаю какую-то минимальную информацию, когда я что купил, когда я что инвестировал, когда мне пришли какие-то дивиденды. Как вы можете заметить, последние дивиденды, что были, это от компании AT&T 0,85 центов. Ну, с учетом того, что я начал совсем недавно, в принципе, хороший уже результат. Дальше есть вкладка поиска. Я очень часто пользуюсь этой вкладкой. Если я слышу про какие-то хорошие компании, я ищу эти компании на этой вкладке. Для примера, например, мы хотим найти компанию Apple, мы просто пишем Apple. И, как видите, сразу показывается эта компания. Мы можем нажать сюда, посмотреть всю информацию об этой компании, ее возвраты в дивидендах, ее market cap. Это то, сколько компания стоит сама, если продать ее полностью. И сверху вы можете увидеть плюсик, на который, если нажимаете, то можете добавить ее в любой свой лист. но я не буду этого делать, так как я уже купил некоторые акции компании Apple, и мне не нужна она в листе, потому что она и так у меня есть в моих акциях. Дальше, как вы уже видели, вкладка с уведомлениями от Robinhood. Обычно эти уведомления приходят от того, когда вы покупаете или продаете акции, когда вам приходят дивиденды, или же какие-нибудь уведомления от самого Robinhood. И обычно это тоже какие-нибудь депозиты ваши, реинвестирование и так далее. Последняя вкладка это вкладка настроек. И как вы можете увидеть, здесь очень много разных настроек. Давайте пройдемся по каждой из них. Первая называется бесплатные стаки. И на самом деле здесь все очень просто. можете скопировать свою ссылку отсюда и поделиться со своими друзьями этой ссылкой. И если ваши друзья зайдут по этой ссылке и зарегистрируются в Robinhood аккаунте и депозируют любую сумму, то они получат бесплатную акцию компании, любую, какая им попадется. Также и вы сами получите бесплатную компанию. по сути это бесплатные деньги. оставлю свою ссылку в описании. Если вы хотите, можете воспользоваться моей ссылкой. Буду очень признателен. Если не хотите, можете просто скачать. Просто чтобы вы знали. Дальше есть вкладка инвестирования. Здесь показывается как ваше портфолио разделено на какие части. И мое портфолио разделено на 868 долларов это акции компании. 217 долларов это криптовалюта, как вы помните, мой DojiCoin. Дальше вы можете видеть трансфер. Трансфер на самом деле это просто то место, где вы можете перекидывать свои деньги с Робин Гуд аккаунта на свой банковский аккаунт и с банковского аккаунта на свой Робин Гуд аккаунт. Также вы можете здесь установить автоматическое инвестирование в Робин Гуд. Например, у меня стоит 100 долларов инвестирования каждую неделю. Если вы хотите, вы можете делать любую сумму каждую неделю, каждый день, месяц, полгода, как вам удобно. Также здесь есть какая-то история, информация. Когда вы заходите в Statements in History, вы тоже видите подобие истории, где показываются ваши дивиденды, покупки, реинвестирования. Security and Privacy очень полезная и я советую всем заходить по этой вкладке и сразу же настраивать двойную аунтификацию. Например, у меня аунтификация стоит через приложение Autification. Если вы хотите, оно дает вам выбор, как вы хотите сделать аунтификацию через разные приложения и там все довольно просто. Вы просто скачиваете нужное приложение, оно сразу дает вам код для Robin Good и никакой злоумышленник не сможет зайти на ваш аккаунт, если у него не будет вот этого аунтификационного кода. Так что сразу, если вы установите приложение Robin Good, я советую вам сразу сделать эту аунтификацию. Также у меня стоит пин-код на приложение, чтобы каждый раз, когда я входил, я должен был вводить пин-код для более дополнительной защиты. В настройках ничего особенного, это просто информация об аккаунте и ничего такого. И также Help Center, в котором вы можете получить какую-то поддержку от приложения Robin Good, но поддержка в Robin Good работает только через email, что не очень хорошо, потому что некоторые компании предоставляют вам поддержку по телефону, но, к сожалению, Robin Good пока еще не сделал это. Надеюсь, Robin Good сделает поддержку по телефону в скором времени. А теперь, как мы купили наши компании, давайте окунемся на сайт TrackerDividends, который я показывал в прошлом видео, и посмотрим на то, как изменилось мое портфолио с момента покупки этих акций, насколько увеличился мой годовой доход моих акций, и посмотрим, как, в принципе, изменилось мое портфолио. А теперь давайте посмотрим. Итак, на сайте TrackerDividends, как можете видеть, есть кнопка называющая New Holding, мы нажимаем на нее и пишем, как называется наша акция, ее тикер символ. Первая акция, которую я купил, называлась A-G-N-C, портфолио Robinhood. Количество акций, это будет тоже написано в ваших месседжах, смсках, там мы пишем два точка, ну, то, что у меня сейчас, 809917, и по цене 18 долларов, извините, 18 долларов, 15 центов, мы нажимаем Add, оно прогружает сайт, и поздравляем, у вас добавлена новая компания, и вот она, A-G-N-C, 2,8 акций, по цене 18.2, и 18.15 нынешняя цена, пока что я ничего не заработал, не потерял на ней, ее дивиденды 7.91%, и годовой доход от этой компании за 2, почти 3 акции 4 доллара, очень хорошо, если мы отсортируем, например, по дивидендам, то эта акция у меня сейчас с самыми большими дивидендами, которые у меня есть, дальше давайте окунемся, как изменилась в мое портфолио, мы теперь заходим в наши будущие дивиденды, смотрим, что сейчас мой максимальный доход, это будет в июле месяце, составляет 3 доллара 25 центов, средний доход примерно 2 доллара 3 цента, и самый минимальный это 1 доллар 52 цента в следующем году, в 2022 в мае также мы можем видеть здесь все компании, которые платят дивиденды, вот, дальше мы можем окунуться в мои будущие вложения, и сколько будет мой аккаунт стоить, если я сейчас не буду ничего делать, а буду только реинвестировать свои дивиденды, как мы можем видеть, в течение 10 лет это будет с 28 долларов до 83 долларов, в течение 25 лет это будет с 28 долларов до 1297 долларов 30 центов, если я не буду ничего больше делать, а буду только реинвестировать свои дивиденды, и как вы можете видеть, в сравнении с тем, что было, это очень хороший прирост при покупке только одной компании, потому что, как вы помните, вторую мне зачтут, и я смогу ее купить только завтрашним утром, так что эта сумма будет еще больше, и я очень воодушевлен продолжать далее весь этот путь, и буду очень рад, если вы ко мне присоединитесь, спасибо, что смотрели меня сегодня, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и если хотите, можете использовать мою ссылку внизу в описании, и до новых встреч, всем пока!